всем привет с вами снова виктор балет мы продолжаем серию видео про любовь сегодня будет видео называться зачем любить других многие люди они даже понятия не имеют зачем любить других людей ну бывают и люди которые имели в детстве очень плохое детство скажем бывают люди которые имели плохое детство не получали должного внимания родителей окружающих людей получали очень мало любви или вот этих немцы говорят штрайхель ангайт то есть если собака например возьмем животных собака раз растет например в каком-то доме и и мало гладят и тогда она становится злой и также например ребенок или человек будучи маленьким когда он растет если он не получает должного внимания и вот этой ласки заботы вот этих поглаживание ухаживание поцелуев обнимашек и прочих вещей которые человека формируют такой любвеобильной личностью вот если этого всего у них не было в детстве тогда они получаются уже такие более-менее жестокие такие нервные что-то им всегда не хватает и они вообще не понимают когда начинаешь ними раз разговаривать о любви они говорят как это так зачем любить других людей это совсем не нужно так вот если любишь других людей своих ближних то тем самым ты их как бы восстанавливаешь ты помогаешь им справляться со всеми сложностями в жизни трудностями ну вот прежде всего как мы уже разбирали возьмем родителей домашний очаг вот ребенок родился и почему родители всей душой хорошие родители я имею ввиду всей душой любят своего ребенка потому что они желают ему чтобы он рос хорошим крепким не больным таким общительным радостным и все эти положительные качества они прививаются человеку только в таком в атмосфере любви если этой атмосферы любви нет дома или не было среди родных и близких то человек он черств и получается он получается как бы не до сформированный да и вот когда родители любят своего ребеночка доченьку или сыночка тем самым они помогают ему формироваться и вот то же самое с нашими родными и близкими или с нашим окружающим миром с наш с людьми которые окружают нас если мы кого-то любим то мы как бы его восстанавливаем это человека потому что проблема не всегда есть по жизни кто-то что-то как-то где-то и любой человека он нуждается в такой поддержке в ободрении в любви в заботе и вот если мы это проявляем по отношению к кому-то то это очень здорово то есть мы восстанавливаем человека помогая ныму снова заряжаться и дальше жить если мы себя любим то мы восстанавливаем себя но конечно прежде всего нужно восстановить самого себя а только потом сможешь помогать уже своему своим окружающим людям то есть ты должен быть как батарейка как например мобильный телефон всегда заряжены это очень важно только потом ты сможешь заряжать других людей потому что если если кто-то сам горит тогда он может зажечь и других людей а если сам человек потухший образно говоря то он не может зажечь других людей то есть любя себя вы восстанавливаете прежде всего сам самих себя оживляете свои надежды мечты потому что если человек себя любит он мечтает о чем-то хорошем он думает что вот будущем будет еще лучше что там поправится все поправится все будет хорошо все нормально все хорошо то есть это все поддерживает его надежды и мечты а если человек сам себя не любит но естественно он ни о чем хорошем в отношении себя не думает вот то же самое как и в отношении других людей если мы кому-то помогаем хотим помочь где-то восстановить его поддержать через наши такое любовь через отношения то это очень здорово эти люди потом вырастают например подростки или дети и они может быть вернуть любовь эту вам потом вы когда станете уже пожилым стареньким вы можете как бы рассчитывать на эту взаимную любовь то что вы когда-то вложили в детей ну может быть не сто процентов но что-то вернется да потому что как бумеранг вот что вкладываешь детей то потом она и со временем возвращается и так любя других вы их восстанавливаете любя себя вы восстанавливаете самих себя оживляете свои надежды и мечты и таким образом вот эта любовь она как зарядка как аккумулятор она постоянно нас подпитывает хорошими мыслями надеждами мечтами и всем всем тем хорошим что вообще составляет жизнь человека потому что противоположность к любви это ненависть ну а ненависть она только забирает энергию и гасит любого человека какой бы человек не был крепким если он постоянно живет в ненависти он потом в конце концов потухнет а человек который живет в любви он до последнего вздоха под до последнего дыхания будет радостный спокойный ни о чем не переживать на все надеяться хорошие ожидать от этого мира от своих родных только всего хорошего вот у меня бабушка например такая была она в 93 года так спокойно заснула и была очень-очень довольна своей жизнью она была всегда такая очень добрый человек никогда не держала ни на кого не зла не обиды действительно можно у кого было поучиться и я у нее очень многому научился и вам тоже желаю чтобы вы любили других людей восстанавливали их помогали им любили себя самих себя восстанавливали и таким образом это вам пойдет на пользу ваши надежды мечты они все сбудутся и так с вами был виктор болит записывайся на мой канал и заходи на следующие ролики вот эта серия про любовь она будет идти и дальше всего доброго оставайся здоровым ты и все твои родные и близкие пока пока а